здравствуйте с вами новости телеканала сам птв 360 в студии алексей неживенок и вот главные новости на сегодня наш телеканал вместе с маленькой милана исправляет свой второй день рождения студенты театральной школы твой выход показали свою выпускную работу причины в каждом случае нужно устанавливать индивидуально это могут быть как субъективные какие-то действия работника предприятия организации начиная с 2015 года органы прокуратуры добились выплаты за должности по исполненным контрактам 10 января для нас особенный день ровно два года назад на телеканале сам птв 360 вышел первый выпуск новостей в одном из его репортажей мы рассказали о новорожденных которые в этот день так же как и мы появились на свет в числе новых жителей карелии была и милана голубенцева по уже сложившейся традиции мы отправились к ней чтобы рассказать друг другу обо всем что случилось за год с подробностями марат дожидаев 10 января 2018 года петрозаводский перинатальный центр именно там прошло наше знакомство с миланой и ее мамой юлии ровно через один год мы снова встретились девочкой но уже у нее в гостях и в этот раз мы не стали изменять сложившейся доброй традиции и отправились к милане голубенцевой вновь за прошедший год у миланы случилось немало важных событий она пошла в детский сад научилась говорит и теперь всем объясняет какие зверюшки и как разговаривают открытый интересный мир все больше увлекает ее и не позволяет сидеть без дела случилось в этом году и семейное путешествие на машине в крым милана прям стойко перенесла трехдневную поездку и она очень понравилась мультики она читала книжки она рассказывала сказки пела песенки то есть мы очень прям очень необычно провели это путешествие потому что всегда сложно да предугадать как ребенок будет себя вести в долгой дороге но она нас порадовала в этом плане прошедший год оказался не менее значимым и для нашего телеканала с 29 ноября наши новости и другие передачи можно смотреть еще и на канале отр который находится на девятой кнопки цифрового мультиплекса сам ptv 360 пришел в каждый дом республики и старается радовать своих зрителей новыми программами и актуальными новостями из разных уголков карелии марат дожидаев владислав будников служба новостей в правительстве карелии новые назначения указом главы республики с 10 января 2020 года исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности карелии назначен олег ермолаев с 2014 по 2018 года он занимался реализацией программы по расселению аварийного жилья виктор рассыпнов возглавит министерство строительства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики которым ранее руководил александр ломака свыше 19 тысяч нарушений законодательства выявили органы прокуратуры в 2019 году из них более половины в сфере соблюдения прав и свобод граждан на страже их пожелали стоять и дальше сотрудникам надзорного ведомства сегодня они принимали поздравления с днем работника прокуратуры среди тех чьи права защищает прокуратура предприниматели в прошлом году прокуроры пресекали необоснованные проверки в отношении юридических лиц защищали права тех предпринимателей чья работа по муниципальным или государственным контрактам не была оплачена количество таких административных нарушений выросло причины в каждом случае нужно устанавливать индивидуально это могут быть как субъективные какие-то действия работника предприятия организации либо какой-то дефицит может быть денежных средств в данной ситуации в конкретный момент когда руководитель принимает решение направить денежные средства на другие обязательства а не заплатить по контракту начиная с 2015 года органы прокуратуры добились выплаты задолженности по исполненным контрактам на сумму 367 миллионов рублей в прошлом году долг сократили на 102 миллиона на 130 с половиной миллионов рублей удалось уменьшить задолженность по заработной плате работа с недобросовестными работодателями по-прежнему одно из важных направлений всех кто успешно справился задачами наградили сегодня в числе тех кто выходил на сцену помощник прокурора карелии по работе со сми татьяна кордюкова хорошо известная журналистом татьяне николаевне вручили медаль ветеран прокуратуры и попросили не считать это черной меткой на работе и ждут как и прежде ежедневной совместной работе плечом к плечу говорит премьер-министр правительства карелии александр чепик и благодарит за экспертную оценку и рекомендации которые особенно важны в год столетия республики вот ответственные и важные когда нам предстоит много построить много сделать поэтому я уверен что в этот год год столетия также работники прокуратуры будут отвечены на федеральном уровне тех результатов которые запланированы правительство будет добиваться совместно с прокуратурой чтобы права и свободы граждан не были нарушены юлия кучеренко алексей миронов служба новостей более полутора тысяч подростков планируется трудоустроить в этом году на привлечение несовершеннолетних к временным работам выделят более 6 миллионов рублей на трудоустройство молодежи в течение ближайших трех лет предусмотрены 11 7 миллионов рублей из них на этот год 6 и 2 миллиона во-первых это первое знакомство ребенка с трудом то есть это получение каких-то трудовых навыков опыт работы в коллективе это получение экономической самостоятельности от родителей то есть они получают первые заработанные свои денежки и каждый ими распоряжается по своему усмотрению например на какие-то личные нужды там что-то купить вот в вашем сюжете подросток рассказывал о том что он планирует купить кроссовки например да или допустим как один из источников пополнения семейного бюджета вот таким образом это как бы первое знакомство с трудовой деятельностью ребята получают представление как вообще дается зарабатывание денег что это такое муниципалитета направили на трудоустройство в прошлом году более 5 миллионов рублей это на 600 тысяч рублей больше чем 2018 году управление труда и занятости разработала проект нормативного акта предусматривающего компенсацию затрат работодателей на зарплату несовершеннолетних граждан сейчас проект находится на согласовании музей зов петрозаводский анонсировал новую выставку финляндии зарегистрировали укус клеща а мчс проверила толщину льда на озерах эти и другие новости коротко федеральная служба исполнения наказаний запустит систему поиска работы для бывших осужденных 2020 году планируется открыть сервис на портале работа в россии для всех учреждений органов федеральной службы исполнения наказаний тестовые испытания уже проведены в ходе месячника безопасности на водных объектов сотрудники гимс следят за состоянием льда на водоемах установлено что в условиях перепадов температуры и частых снегопадов лед намерзает неравномерно музей изобразительных искусств продолжает знакомить своих посетителей с художниками карелии приглашает на персональную выставку юрия трофимова краски времени вернисаж пройдет 17 января в 16.00 женщина из турку обнаружила клеща на ноге своего 10-летнего сына несмотря на то что сейчас середина зимы клещи по-прежнему активны это подтверждают исследования шведских ученых елена пить и лянин стала лауреатом портала российский писатель по итогам 2019 года главред журнала север стала лауреатом портала российский писатель как председатель союза писателей карелии и как главный редактор карельских лайк официально признали в декабре специальная комиссия российской кинологической федерации утвердила за собаками отдельное наименование в народе собак этой породы называли карелофинскими лайками а по международным стандартам финским шпицом теперь породы разделили и в юридическом поле карельская лайка и финский шпиц будут существовать сами по себе хоть собаки и похожи друг на друга карельская лайка выполняет охотничьи функции а финский шпиц скорее декоративные отмечают специалисты карельская лайка имеет свою яркую специфику которая отличает ее от других видов охотничьих лайк и дает большое превосходство этой породе сообщают в минприроды карелии рыжая остроушка ее еще так называют бренд карелий и гордость местных охотников с ней можно идти как на хорька так и на медведя в образе брошенных собак найти внутри себя человека с большой буквы такую задачу поставили педагоги зимней театральной школы твой выход перед своими студентами пятидневный курс форме творческой лаборатории прошел в петрозаводске на базе дома актера как студенты справились поставленной задачей увидели зрители мини спектакля ищу человека по мотивам повести константина сергиенко до свидания овраг репортаж светланы воробьевой с одной из последних репетиций последние штрихи гриму и на сцену 24 студента зимней театральной школы твой выход прошли пятидневное обучение у ведущих актеров петрозаводских театров а также преподаватели театрального искусства и почти готовы показать свое мастерство на сцене в ряде найдется человек который скажет что не видел безумную собаку но далеко не каждый может сказать что видел ее глаза для выпускной работы выбрали новеллу константина сергиенко до свидания овраг написанная автором четыре десятилетия назад трогательная история о судьбе бездомных псов и сегодня актуально спектакль 15 лет шел на сцене театра ад либерум для его актеров эта постановка дорогая любима сергей шатровский в мини спектакли играет роль вожака собачьей стаи по кличке черный в чем-то жестокого пса с непростой судьбой он оправдывает он понимает что за его спиной стоит большая свора собак его ну которых он охраняет его близких и хотя он может на них кричать он может их швырнуть но он это делает можно сказать от большой любви но он защищает их он держит всегда вместе мы ищем человека не только по сторонам мы прежде всего ищем человека внутри себя играя собак мы ищем людей человека с большой буквы внутри себя участники театральной школы не только из петрозаводска они приехали со всей карелии из беломорска ляскеля конда погикивача уровень подготовки и возраст разные один из студентов егор петров у него уже есть опыт съемок в главной роли фильме весури для организаторов школы важно чтобы каждый участник увидел чего можно добиться на подобном обучении каком-то моменту они начинают помогать все друг другу то есть маленькие помогают старшим старшие помогают младшим и они все выравниваются театральная школа проходит пятый сезон подряд по две в год зимой и летом поддержку ей оказывает союз театральных деятелей карелии все занятия мастер-классы и дипломный спектакль проходят петрозаводске на базе дома актера светлана воробьева владислав петров служба новостей накануне наступления нового года мы объявили о новом розыгрыше цифровой телевизионной приставки в течение зимних каникул наши зрители делали репосты в социальной сети вконтакте и сегодня мы готовы подвести итоги для того чтобы стать участником конкурса необходимо было вступить в группу телеканала сам птв 360 и сделать репост записи о конкурсе и так победителем розыгрыша становится петрозаводчанин александр макаров наш телеканал и радиотелевизионный передающий центр республики карелия поздравляют александра и готовы передать ему цифровой телевизионный приемник с медиаплеером усиленной антенной и электронным тв-гидом это все новости на сегодня с вами был алексей неживенок до встречи